Здравствуйте! Время новостей о самых важных событиях Муравленко расскажем прямо сейчас. Помощь многодетным семьям возмещают затраты на строительство дома. Регистраторы помогут поймать нарушителей. Волонтеры расставили в лесах фотоловушки. Соревнуются газодымозащитники. В пожарной охране определили лучшую команду ГДЗС. Жители города могут рассчитывать на возмещение значительной суммы затрат при строительстве собственного жилья. Для многодетных семей созданы все условия, чтобы воплотить задуманное в жизнь. И для некоторых муравленковцев мечта уже стала реальностью, рассказывает Валерия Чижик. Как известно, у домов, как и у людей, есть свое лицо и своя душа. Все зависит от архитектуры здания, атмосферы, которая царит внутри. Каким будет жилье здесь, в микрорайоне уютный, зависит от будущих жильцов. Уже первые 10 многодетных семей приступили к строительству дома своей мечты. Земельные участки в собственность уже получили 125 многодетных семей города. У большинства есть разрешение на строительство индивидуального жилого дома. А значит, они могут рассчитывать на социальную выплату, которая в отдельных случаях составляет до 100% от стоимости жилья. Компенсация предоставляется в размере 50% от средней стоимости жилья. А если семья нуждается в улучшении жилищных условий, состоит на учете, то семья может получить компенсацию в размере 100% от средней стоимости жилья. Чтобы возместить расходы на возведение дома, домокомплекты нужно купить на территории округа, в Ямальском лесопромышленном комплексе. Завод по изготовлению деревянных комплектующих работает в Таркасале. Семьям компенсируют стоимость самого дома, без учета доставки, монтажа и отделки. Порядок получения социальной выплаты предусматривает соблюдение ряда других условий. Это российское гражданство, постоянное проживание на территории Янао не менее 10 лет и нуждаемость в улучшении жилищных условий. Муравленковым, претендующим на получение выплаты, нужно обращаться в управление муниципального имущества. Там специалисты подробно ознакомят с правилами подачи документов. В лесопромышленном комплексе, кстати, уже есть первые заявки на заключение договоров о поставке домокомплектов. Очевидно, вскоре и в нашем городе появятся дома ямальского производства. Валерия Чижик, Андрей Нагибин, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. На Ямале действующих пожаров нет. Об этом сообщили в лесах Ямала. С начала года в регионе сгорело почти 1800 гектаров леса, примерно на 400 больше, чем в прошлом году. При этом число возгораний уменьшилось. Накануне удалось оперативно ликвидировать лесной пожар на территории Таркасалинского лесничества. Возгорание на площади более одного гектара произошло вблизи нефтепровода. Значительная часть пожаров в округе возникает из-за грозы. Вместе с тем лесники отмечают, что жители стали вести себя более ответственно. До 1 августа в округе действует противопожарный режим. Посещать леса, в том числе на автомобилях, а также разводить костры и мангалы категорически запрещено. За нарушение в условиях особого противопожарного режима предусмотрены повышенные административные штрафы. На жителей до 2000 рублей, на юрлиц до 100 тысяч. При обнаружении пожара муравленковцев просят незамедлительно звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112. Ямал готов к созданию научного центра Арктики на территории автономного округа. Реализацию проекта по созданию научно-образовательного центра мирового уровня в арктической зоне России обсудили в Москве на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Замглавы Министерства образования и науки Григорий Трубников рассказал, что предоставить базу для создания центра готовы сразу несколько регионов. На участие в конкурсном отборе заявился и Ямал совместно с Югрой и Тюменской областью. У нас эта работа сегодня ведется. Мы на стадии согласования. Три губернатора приняли решение о создании этого НОЦа. Мы знаем одно, что 15 сентября мы все наши документы должны передать на согласование уже непосредственно в правительство Российской Федерации. С учетом того, что Ямал-Невский округ является серьезным игроком сегодня в арктической территории, то, безусловно, мы сегодня напрямую заинтересованы в создании и работе, самое главное, научно-образовательного центра. Почти два десятка административных правонарушений за несколько часов работы. Таковы результаты масштабного рейда, проведенного муравленковскими полицейскими. Для стабилизации оперативной обстановки и предотвращения преступлений различных категорий на улицы вышли сотрудники сразу нескольких служб ОМВД. Рассказывает Ирина Бугрим. Восемь часов вечера на линии экипаж Дорожно-патрульной службы. Основное направление ее деятельности – профилактика дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности движения. Старший инспектор ДПС Евгений Задорожный говорит, чаще всего жители сознательно нарушают правила. В ходе дня профилактики сотрудниками ГИБДД было выявлено 9 административных правонарушений. Основные данные правонарушения – это непредоставление преимущества пешеходов на пешеходных переходах, перевозка несовершеннолетних детей без детских удерживающих устройств. Также сотрудниками ГИБДД был выявлен водитель в нетрезвом состоянии. Такие дни профилактики стражи порядка проводят раз в месяц. На улице города выводится максимальное количество патрулей и сотрудников. В этот раз в оперативно-профилактических мероприятиях задействовано более 30 представителей различных служб городского отделения внутренних дел. Пять сотрудников администрации города. Особое внимание полицейских направлено на проверку мест с массовым пребыванием людей. Решили начать с городского пляжа в парке, затем проверить места, где купаться запрещено. Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению пресечения преступлений и административных правонарушений дают свои результаты. Только за несколько часов работы стражи порядка выявили 4 нарушения антиалкогольного законодательства. У нас участились случаи краж, противоправленных действий в сфере реализации уголовной продукции и так далее. Уделено внимание лицам на пресечение административных правонарушений преступлений, выявление их, задержание лиц, застегнутых при совершении данных действий. За пять часов работы полицейские составили 16 административных материалов. Из них три нарушения в сфере миграционного законодательства, девять по линии ГИБДД. Теперь вы предоставьте, пожалуйста, ваши документы в соответствии с правилами дорожного движения, а именно водительской обеспечения и с регистрацией этого правонарушений. Почему? По всем фактам выявленных правонарушений сотрудники составили протоколы. С виновными провели профилактические беседы. Ирина Бугрим, Анастасия Попова, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Волонтеры окружного экологического проекта «Будущее Арктики» продолжают борьбу с несанкционированными свалками. Теперь им на помощь пришли фотоловушки, которые активисты расставили в местах вероятного появления несанкционированных свалок. В лесном массиве, вблизи города и промышленной зоны Муравленко. Пока установлено пять таких лесных камер. Они представляют собой фото- и видеорегистраторы со встроенным инфракрасным датчиком движения, который срабатывает на расстоянии 20 метров. При появлении движущегося объекта камера делает фотоснимок. Основные места, где мы видим скопление мусора, где есть свежие следы, куда вывозят наши недобросовестные жители, подрядчики, свой мусор, там мы постараемся их установить. Закроем точек по максимуму, насколько хватит наших возможностей. То, что касается эффективности от данных мер, время покажет. В любом случае, при выявлении нарушителя, то есть вся информация, наши материалы будут переданы в органы, для того, чтобы в дальнейшем они проведены расследования по этому направлению. Добавлю, что только за летний период этого года волонтеры проекта «Будущее Арктики» уже ликвидировали более 20 несанкционированных свалок. Это около 500 кубометров мусора. Присоединиться к окружному экопроекту могут все желающие. Для этого можно связаться с руководителем группы Эмилем Хайрулиным в социальных сетях. Жители города удостойны различных наград за профессиональные успехи. Благодарности губернатора округа объявлены Нине Ститсюра и Анфизе Губайдулиной за многолетнюю плодотворную работу в сфере торговли. По случаю профессионального праздника Дня торговли почетные грамоты администрации глава города Александр Подорога вручил Оксане Харасовой, Людмиле Римша и Ольге Серегиной. Благодарственного адреса за многолетний труд удостойна Оксана Харасова. А Лариса Краус награждена благодарственным адресом в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника. Накануне Нового учебного года родители муравленковских школьников смогут задать свои вопросы министру просвещения России. До 20 августа на официальном сайте Минпросвещения работает специальный сервис для сбора вопросов руководителю ведомства Ольги Васильевой. На них она ответит в рамках традиционной встречи с родителями, учащихся в преддверии Нового учебного года. В режиме прямого диалога 30 августа. Благодаря онлайн-трансляции следить за мероприятием можно будет из любой точки страны и мира. В 2018 году министру поступило свыше 2000 вопросов. Важнейшими тематическими направлениями стали изучение языков, сдача экзаменов, общее образование, труд учителей, финансирование школ. Узнать свой ВИЧ-статус можно, не посещая лабораторию. Для этого муравленковцы могут пройти экспресс-диагностику. Участниками таких акций все чаще становится молодежь. Говорят врачи, только в июле экспресс-тест прошли около 50 человек. Тест на ВИЧ создаю второй раз. Первый был на форуме, второй раз как раз-таки в поликлинике сдала экспресс-тест. Я считаю, что это важно и нужно, чтобы оградить себя. Мы работаем со всеми организациями, со всеми желающими, потому что у нас есть в рамках и городских проектов, и региональных, и федеральных проектов именно диагностика ВИЧ-инфекции, так как заболеваемость этой страшной болезни возрастает. И мы сейчас видим, что в основном регистрируются случаи именно из благополучных, так скажем, слоев населения. Это работающие в основном люди. И сейчас стало преобладать, увеличиваться количество женщин. Такие мероприятия для жителей врачи проводят каждый месяц. Пройти диагностику можно анонимно, методом экспресс-тестирования или сдав анализы в лаборатории. Также узнать свой ВИЧ-статус можно самостоятельно, купив такой тест в аптеке. В пожарной охране города прошли ежегодные соревнования среди сотрудников газодымозащитной службы. Это особое подразделение пожарных, которые способны работать в полностью непригодной для дыхания среде. О ходе соревнований наш следующий сюжет. Так начинается очередной этап соревнований среди подразделений Муравленковского пожарно-спасательного гарнизона. Теперь на старте газодымозащитники. Три команды – уверенные, слаженные и профессиональные. Для того, чтобы определить лучшую из них, огнеборцам нужно выполнить шесть упражнений. В данном упражнении оттачивается мастерство, слаженность действий в непригодной для дыхания среде. Все упражнения выполняются в средствах индивальной защиты. Это дыхательные аппараты на сжатом воздухе. Водитель также находится в противогазе. То есть в условиях боевой, так сказать, обстановки это очень нужно всегда, работаем в аппаратах дыхательных. Один из этапов состязаний – прохождение теплодымокамеры. Здесь условия приближены к реальным. Без аппаратов сжатого воздуха зайти сюда невозможно. Дымовая завеса слишком плотная. Спасение людей непригодны для дыхания среде. Это первоочередная наша задача. А данные тренировки необходимы для поддержания боевой готовности. Такие упражнения способствуют выработке стратегии смекалки и выносливости личного состава. К примеру, во время поиска пострадавшего в задымленном помещении и его эвакуации из дымокамеры требуется немало сил и выдержки. Каждый боец в полной боевой экипировке с кислородной маской на лице и баллоном за спиной. Вес обмундирования – почти 16 килограммов. Звено заходит в камеру в связке на расстоянии не более метра друг от друга. Это практика. Теория – это одно. А воплощать теорию в практику – это все-таки другое. Потому что, как говорится, пусть будет лучше это учение, чем реальные события, происшествия. Поэтому, на мой взгляд, это очень важно. Состязание – это отличная возможность закрепить знания и практические навыки. Ведь от слаженных и точных действий огнеборцев при пожаре, где дорога каждая минута, зависят жизни людей. Одним из самых сложных и зрелищных упражнений считается боевое развертывание с подачей пенных стволов. Для этого участникам необходимо добежать до цистерны и наполнить ее доверху воздушно-механической пеной. По итогам всех шести этапов судейская коллегия определила сильнейшую сборную. Лучшим звеном стали газодымозащитники шестой пожарно-спасательной части. На втором месте команда 39-й и третья у огнеборцев 40-й части. Анастасия Попова, Петр Хаджаев, Новости, Муравленко. Муравленковцы активно готовятся к фестивалю ГТО среди трудящихся. Он пройдет на летнем стадионе 10 августа во Всероссийский день физкультурника. В городе прошла уже третья акция в поддержку физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В этот раз она оказалась более масштабной, чем прежде. К участию в движении ГТО активно подключились трудящиеся. Среди них водители, воспитатели, социальные работники, люди с ограниченными возможностями здоровья. Назар Макаров – один из тех, кто решил всерьез подготовиться к сдаче нормативов. Я пришел попробовать и посмотреть, что мне надо потянуть, в каком я уже сильный, а в каком надо поработать. Очередной период сдачи нормативов для спортсменов с ограничениями по здоровью стартует 27 сентября. Поэтому у жителей еще есть время на подготовку. Попробовать свои силы в сдаче упражнений может каждый желающий. По субботам на стадионе работает целый тренерский состав. Мы приглашали основу трудящихся, но когда детки приходят, мы тоже не отказываем, с удовольствием объясняем, что им нужно для того выполнить, чтобы получить знак отличия. Мы сегодня проводим апробацию на стадионе в таких видах, как наклон, прыжок, отжимание, поднимание туловища, высокая перекладина для мужчин, бег на 30 и 60 метров, бег на 2000 метров. Пожалуйста, приходите, опробуйте свои силы. Это были все новости на сегодня. О развитии событий смотрите на нашем сайте. Муравленко24.ру Редактор субтитров А.Семкин